Окружные аграрии Кабинет министров сегодня оценил результаты работы проектного офиса. В перечень стратегических направлений вошли здравоохранение, образование, строительство и ремонт дорог, возведение жилья, создание удобной городской среды, улучшение экологической обстановки, поддержка малого бизнеса и моногородов, развитие производительности труда и несырьевого экспорта, реформа контрольно-надзорной деятельности. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, люди должны почувствовать первые результаты уже к концу года. На реализацию приоритетных программ в 2017 году правительство выделяет почти 200 миллиардов рублей. Так, в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды до конца года планируется благоустроить почти 20 тысяч дворов, 220 парков, 2500 других общественных пространств. Дмитрий Медведев обратил внимание региональных и муниципальных властей, что необходимо тщательно прорабатывать проекты благоустройства, потому что работы далеко не всегда выполняются качественно. Всего на благоустройство городов из федерального и регионального бюджетов выделяется в 2017 году 42 миллиарда рублей. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, что законтрактировано 90% объектов, около 40% из них сданы. Учитывая оставшееся до конца года время, какие-то регионы, полагает глава Минстроя, с планами не справятся, а от этого будет зависеть распределение средств в следующем году. Аграрии округа готовятся к крупнейшим мероприятиям отрасли. В октябре пройдут два ключевых для агропромышленного комплекса мероприятия – празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и заседание Сельскохозяйственного совета при губернаторе Нинецкого округа. На профессиональном празднике аграриев наградами федерального и регионального уровней будут отмечены отличившиеся работники отрасли – ветераны сельского хозяйства. Полные итоги всего сельхозсезона Нинецкого округа 2017 и планы на следующий будут подведены в рамках сельхозсовета. Профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – отметят в Ильинмаре 13 октября. Во Дворце культуры Арктика в этот день пройдет сельскохозяйственная выставка, посетители которой смогут приобрести продукцию, произведенную в регионе. Завершится мероприятие торжественным концертом, во время которого будут отмечены передвиги отрасли. Заседание сельскохозяйственного совета при губернаторе Нинецкого округа пройдет в Ильинмаре в конце октября. На предстоящем заседании будут обсуждаться перспективы развития агропромышленного комплекса региона и каждого предприятия в отдельности с учетом предоставленных из окружной казны субсидий. В Нинецком округе будут готовить специалистов только по востребованным специальностям. Порядок формирования государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных кадров в образовательных учреждениях региона принят окружной администрацией. Государственный заказ будет формироваться ежегодно на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития округа, демографической ситуации, мониторинга востребованных профессий, а также текущей и перспективной потребности работодателей. Проектом постановления предусматривается координация действий органов исполнительной власти Нинецкого автономного округа по предоставлению сведений, информации, прогнозов для подготовки проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих в случае специалистов. В частности, органы исполнительной власти региона должны ежегодно до 1 ноября направлять информацию о прогнозной потребности работодателей в квалифицированных кадрах по своим направлениям. Госзаказ будет способствовать определению видов перспективных для округа профессий и специальностей, а также контрольных цифр приемов в профучреждениях округа в очередном учебном году. Поручение уравновесить дисбаланс окружного рынка труда в рамках государственного заказа по востребованным специальностям дано губернаторам Нинецкого округа Игорем Кошиным. На сегодня в трех учреждениях профессионального образования Нинецкого округа учатся более тысячи жителей по 10 профессиям и 19 специальностям. Порядка 80% студентов и учащихся получают образование за бюджетный счет. Банк ВТБ предоставляет сервис жилкам сервису кредит 150 миллионов рублей. Средства будут направлены на покрытие кассового резерва, связанного с сезонной закупкой топлива. Кредит привлекается на срок до 19 сентября 2018 года на пополнение оборотных средств заемщика с целью покрытия затрат, связанных с его основной деятельностью. ВТБ стал единственным участником электронного аукциона, объявленного Северожилком сервисом в конце августа. Договор заключен по ставке 11,33% годовых, что соответствует стартовой цене аукциона. Северожилком сервис планирует погашение кредита равными частями по 15 миллионов рублей, начиная с третьего месяца после привлечения. При этом у заемщика будет право на досрочное полное или частичное погашение займа. Северожилком сервис планирует направить привлеченные средства на приобретение топлива для собственных нужд. На закупку нефтепродуктов и твердого топлива предприятию требуется около 700 миллионов рублей. Столетию революции посвящается. В Наринмаре прочтут цикл лекций по истории России, посвященный столетию революции 1917 года. Уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе Римма Галушина провела рабочую встречу с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненинском округу Любовь Кравцовой. Стороны обсудили вопросы осуществления медико-социальной экспертизы детей-инвалидов в нашем регионе. С 2018 года в России будут действовать новые классификации и критерии, используемые при осуществлении экспертизы граждан федеральным государственным учреждениями медико-социальной экспертизы. Данный документ будет окончательно разработан на основании результатов пилотного проекта, который реализуется сейчас в двух регионах – Воронежской и Смоленской областях. В тех пилотных территориях, где проходил проект, сразу же освидетельствование проводилось и решены вопросы бессрочного установления инвалидности, и неустановленной инвалидности стало меньше. Необоснованных направлений практически не стало, потому что необоснованное направление – это тогда, когда врач в поликлинике считает, что основания для инвалидности есть, а приходит в Берумсе ребеночек, а в классификациях такой патологии нет. Эксперты отказывают в установлении инвалидности. Естественно, это что? Это жалобы, это недовольство. Понятно, что это неправильно. И поэтому на сегодня вот таких необоснованных практически не стало. Римма Галушина рассказала руководителю регионального медико-социальной экспертизы об обращениях родителей детей-инвалидов, в частности, по вопросу подтверждения инвалидности детям с синдромом Дауна. Ранее подтверждение этой неизлечимой болезни требовалось проводить ежегодно. В соответствии с новыми критериями прохождения медико-социальной экспертизы, в подобных случаях будет требоваться однократное подтверждение диагноза до наступления совершеннолетия пациента. Не обязательно, что в нем бесконечно. Дневник, список предметов, допустим, физика, преподаватель Хаброва Светлана Рудольфовна, тема и домашнее задание. Если подросток на перемене сидит в телефоне, то теперь это не значит, что он переписывается в социальных сетях. Электронный гаджет сегодня заменяет школьнику привычный бумажный дневник. Расписание оценки и домашнее задание – все это на экране мобильного устройства. Ученики 4-го БЭК к нововведениям привыкли быстро. Со стандартными дневниками они отзанимались всего два года. В прошлое ушли и бумажные журналы. Персональные данные теперь во всемирной паутине доступ, понятно, ограничен. Преподаватель Мария Чебыкина признается, несмотря на новые требования, дети продолжают носить на уроки обыкновенные дневники. Однако пользуются ими крайне редко. Если вдруг какого-то ребенка, ну мало ли дома, интернет отключили, тоже же такое бывает, чтобы домашнее задание было. Они пришли домой, открыли, увидели. Ну то есть это пока оставили как такие официальные записные книжки своего рода. Записываем объявления про конкурсы, олимпиады, встречи наши, информацию записываем туда. Это тоже удобно. Педагог уверена, в электронных дневниках и журналах больше плюсов, чем минусов. Например, на то, чтобы их заполнить, уходит гораздо меньше времени. А родители могут контролировать успеваемость ребенка в режиме онлайн. Был ли он на уроке, как себя вел и какую оценку получил за диктант. В общем, скрыть что-либо не получится. Приложение «Мой дневник» теперь есть на телефоне едва ли не каждого школьника. Это приложение очень полезно, потому что, если, например, у нас нет интернета, вот на компьютере предположение это 4G, 3G и так далее, можно через телефон посмотреть, что там задано. Мама отреагировала нормально. Она сама пользуется электронным дневником, чтобы посмотреть, как я учусь, хорошо или плохо. 1 сентября на электронные дневники и журналы перешли все школы города. К этому событию образовательные учреждения готовились долго. Вопросов возникало много. Система часто давала сбой, а родители, у которых нет дома компьютера или интернета, и вовсе не понимали, что им делать. И хотя последняя проблема, кажется, решилась, то первая нет. Электронные дневники и журналы продолжают ременами чудить. Еще один недостаток – плохой интернет. Нет соединения, нет домашнего задания. Впрочем, иногда даже при хорошем сигнале зайти в личный кабинет получается не у всех. Программа виснет и не загружает данные. При отключении электричества нет возможности выйти. То есть интернет пропадает? Пропадает, да. А были ситуации такие, да, когда нужно готовиться к урокам, а интернета нет? Да, часто такое бывает. Но сейчас еще и двоек не скрытят, а дизель. Ну, да, есть такое. Однако специалисты обещают, со временем все замечания будут устранены, и неудобства останутся в прошлом, как и страницы бумажного дневника, на которых уже не увидеть оценок. Всего несколько лет назад сложно было представить школьника без такого бумажного дневника. А если вы теряли, то это была настоящая трагедия. Но, правда, если там двоек не было. И вот теперь на замену таким дневникам пришли электронные. Уже совсем скоро он займет свое место в школьном музее. Пока одни осваивают электронные дневники ученики пятой школы систему ладошки. Теперь, чтобы поесть, ребятам не нужно иметь при себе деньги или карту, которые можно потерять. Достаточно прикоснуться рукой к сканеру. В тот же момент родителям придет сообщение на электронную почту, мол, ребенок поел, и что именно. Так удобнее, чем деньги брать дома. Можно их оставить, забыть, а здесь всегда под рукой. Сегодня из 600 учеников системы ладошки пользуются лишь 100. Однако педагоги говорят, со временем желающих будет больше. Ведь это очень удобно. Пополнил счет, ребенок спокойно питается. На выбор сразу несколько видов комплексного обеда. Если хочешь что-то одно, например, только суп, подходите на кассу. Здесь тоже установлены компьютер и сканер. Как видите, те, кто пользуются ладошками, они не стоят в очереди. Им сразу, у них в этом плюс есть большой, они сразу получают необходимый набор продуктов, а остальные стоят в большой очереди. Причем эта система пользоваться стала спросом и у сотрудников школы. Не исключено, что подобные аппараты появятся и в других школах города. К тому же местным ученикам и педагогам к инновациям уже не привыкать. Например, во многих кабинетах вместо привычных классных досок теперь висят интерактивные. Олег Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». В Наринмаре прочтут цикл лекций по истории России, посвященный столетию революции 1917 года. Организаторы цикла «Региональный центр развития образования и ассоциации историков Ненецкого округа» приглашают к участию всех желающих. Первая лекция состоится 4 октября. Ее прочтет известный в округе историк и краевед Марина Колавангина. Она расскажет о том, как жил Ненецкий округ в 1917 году. Цикл лекций к столетию революции будет длиться весь октябрь. События февраля и октября 1917 года до сих пор не получили однозначной оценки. Можно по-разному относиться к тому, что произошло 100 лет назад. Однако очевидно одно – революция 1917 года напрямую повлияла и на будущее нашей страны, и на ход мировой истории. Российские историки и политологи склонны считать Октябрьскую революцию в России одним из наиболее знаковых событий 20 века. Историки называют 1917 год переломным и эпохальным. В октябре 1917 в истории государства российского была поставлена большая точка, и началась история нового государства. Ну, как бы мы ни относились к каким-то событиям в истории, мы всегда говорим, это наша история. Мы должны ее любить, мы должны ее писать, говорить объективно. Мы должны делать так, как это действительно было. Сама революция, первая революция 1905, потом революция февраля, особенно 1917 год и Октябрьская. Они всколыхнули ведь не только Россию, они всколыхнули мир. И следствием этого было создание великой, большой, крупной державы – Союза Советских Социалистических Республик. В рамках мероприятий, в том числе реформ административных, появились и такие территории, как Ненецкий тогда национальный округ. Цикл, посвященный столетию революции, как раз и начнется с лекции о жизни Ненецкого округа в 1917 году. Ее прочтет известный в округе историк Марина Калавангина. Продолжит Медведева Галина Брониславовна, также кандидат исторических наук. И последующие лекции прочитает Канев Юрий Викторович, известный краевед в Ненецком автономном округе. Тоже автор большого количества книг о Ненецком автономном округе. И учитель истории школы номер 5 – это Кустышева Татьяна Романовна, которая является у нас победителем конкурса «Учитель года». Цикл лекций, посвященных столетию революции 1917 года, пройдет в Ненецком региональном центре развития образования. По адресу улица Ваучейского, 14. К участию приглашаются все желающие жители округа. Хотелось бы, чтобы к нам пришли категории абсолютно разные. Это могут быть и пенсионеры, могут быть госслужащие, могут быть работники любых сфер. Это старшеклассники, студенты. Потому что материал будет дан очень доступно. А также все те, кто будут посещать эти лекции, смогут задать какие-то вопросы. И я думаю, что получится такой творческий, интересный, продуктивный диалог. Мероприятия, посвященные столетию революции 1917 года, пройдут во всех регионах страны. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, российское общество нуждается в объективном, честном и глубоком анализе событий тех дней. А столетия – это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 1 октября во Дворце культуры Арктика состоится ярмарка некоммерческих организаций для тех, кто сердцемолот. В этом году она посвящена Международному дню пожилого человека и направлена на поддержку людей высокого возраста. В таком расширенном формате мероприятие для всех социально ориентированных НКО региона проходит второй год подряд. Ранее подобные ярмарки проводили в Ненецком округе только для детских и молодежных общественных организаций. Нововведением ярмарки 2017 года является не только направленность мероприятий на работу с пожилыми людьми, но и то, что ее организацией занимается одна из некоммерческих организаций. Анимационная студия «Ангел» выиграла на проведении ярмарки соответствующий грант. Помощь в подготовке мероприятий ей оказывает Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа. Ярмарка будет открыта в воскресенье с 13 до 16 часов. На ней, в частности, будет работать площадка в рамках социального проекта по обучению бальными танцами людей пожилого возраста. Данный проект получил средства из окружного бюджета по результатам конкурса грантов. Также будет организована площадка по макияжу для жителей региона почетного возраста. Фотозона с возможностью получить моментальное фото. Среди других мероприятий – частушечная битва между ветеранскими организациями, мастер-классы по кулинарии и рукоделию, бесплатные юридические консультации, а также различные игры. Кроме того, в этом году на площадке ярмарки будет работать сотрудник МФЦ. Он поможет зарегистрироваться на портале госуслуг, проконсультировать по вопросам их получения в электронном виде. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин